Местный Салават Юлаев против Бориса из Астаны. Ну, это теоретически он вкусный, потому что вкусного в действиях и тех, и других в последнее время не очень много. Он настолько дал намного больше. Слабый, на самом деле, сезонный ролик. Мне лучше. По каждому. По каждому. Вот, пожалуйста, поругай Ахайеному да. Брюдар, он пожертвовал даже в мерзиан. Вот так поругаешь, как бы, и тут же человек забивает Энвер Лисин, открывает счет. Ну, статусник, конечно, не будорожен, особенно умы, болевщики в этой планете. Правда? Пятая заброшенная шайба. Да, уже шайбу, они одну пропустили, по три шли пропускать. Правда? Ну, в первую же покупку, в первую же голу. Это перефективность. И еще одна атака у Фимцев. Игорь Григоренко, паузу затянул. Когда Умор хорошего смены получился. Умор поддал передачу из борьбы с Семеном Григоренко. И защитников включили. А потеря какая? Тоже у Фимской фирменная. И два шайбы не отказываются в воротах Салавата Юлаева. А они все время от времени. И Коби Ортас, к этим вот, Коби Вячеслав Петисов, все время от времени. Ошибки допускали, конечно. Глаз от сборки. Отлично, разыгранная шайба. Ой, как разыгранная. Но это люкс просто. Это вот с этой шайбой, с этой комбинацией можно на Мачт-Леген, да? Который вот был не так давно. Очень красивый момент. Это хай-класс. Очень красивый момент. И там Леписто включился в атаку, Уморг, ну и Григорем. Но уже с дальнего пятачка, со среднего, можно было отдыховать в ворот. Как раз выигрышный для форварда Бориса. Я бы сказал, он тоже не в праве. И защитники тем, как право времена они где-то. Пожалуйста, две секунды. У нас сегодня день большинства. Вот ответ. Или день меньшинства. Как? 8 секунд. 8 секунд. Преступление, наказание. Все-таки, Воробьев, я закончил момент эту мысль. И Дастин Бойт, опять по-твоему заявку. Просто бывает, что вот не прет. Да, я понимаю, что там же Демченко играл, и все хорошо. Но еще и не прет самим, так сказать. Это тоже получится. Майоров, Шайбэй, передача, бросок, гол! Где Бухартик, Айген? Пробивает полуэктово. И еще становится 3-1. Веселый хоккей мы сегодня видим. В первом периоде, безусловно, прошло, наверное, половину периода. А здесь уже только заброшенный шаг. Ну и это первый гол, который сегодня был. Такое удовольствие получает, безусловно. Но удовольствие самое главное получаем мы и телезрители, и те, кто приходит из подивыска. Лесян. Лесян, бросок, поворот, а полуэктов на северо стоит. Не удается уже пластаться тут, да? Уже вторая минута идет. Перемещаются, правда, и гол. Все-таки добились своего. Ну что, 2-2 сегодня по Шайбаму в большинстве. А прямой один забил. Прямой один забил. Или по старому, в прямом. За график и до сверху. Один можно больше, короче, на должное. Забирать и отдавать. Опа, тут еще орбитер на стороне. Сам того не знаю. На стороне уфимцев выступил. Вадим Краснослободцев. Великолепная пауза. Ну это хай-класс. Что сделал Краснослободцев? Вот я и очень люблю его за этот текучий манер. Где бы он там, так сказать, не выступал, бы капал на счет. Капал на счет. Капал на счет. Крак такой, гряжистый, длиннорукий. Не подступиться. Вроде никуда не спешит. Костя Пушкарюзанил, по-моему, да? Да. Продолжают уфимцы нагнетать темпу чужих ворот. Не удается, не удается забрать в шайбу, тут лоба пробахнулся. Молодой Лобан. Высокий, очень габаритный защитник. Три, почти полчаса в этой СМИ. Ох, какая пауза! Но это ловерты полную, это сказать, да? Это вот действительно с паузами сегодня полный, 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 полный порядок. Для себя было похоже. Совсем недавно мы увидели гол Пушкаревой. Тут же подключение молодого Хребунова. Пассажет, но это Леха как манна. Тоже человек, который похоже. Включился. Салат Умилаеву, есть мочи. А вот, пока без очков. Ох, какой момент. Ох, какой момент. Удаление это будет. И они, и те, и другие об этом знают. Что у соперника есть дырки, у нас есть дырки. Вопрос, как лучше использовать. Вот это не дырки, что ли? Как, как, да, как далее. И сейчас, да, конечно, если бы еще успел остановиться, показываем, кто это. Как, как, как так нужно. А, видно, потому что за три секунды, помню, что ли, да? Сравняем еще от канадца. И потом-то будет. И страница Геннадьевич работал на матче. Саламат Динамо по 2-0 выигры снова отмылает. Такое было. А вот теперь Сахченко бросает поворотом, но сбивает свет. Переместница. Баченский посылает за ворот. Хорошо, что Эйба ходит в морозе сейчас. За, 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 заточилась другая. Оставай за 7 недавно. 6 на 5 великолепно разыграли. Великолепно разыграли. Очень чисто. Сколько передач? Когда играет футбол Барселона, я понимаю, что в морозе было далековато. Но все-таки. Иногда считают, сколько передач точно было подряд. Сейчас их было больше, чем 10. Ну и передач в подборах. Длинная смена. Как долго? И начал Долс провести без клюшки, опекаясь в его защите. Греб Баронин. Лесян. Вот, 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 вот это он умеет. Это здорово. Покатил по большому радиусу. Сделал передачу на Харте Кайнена. Балуэкто спасает. Очень позиционно. Пока Сарова, ты не наладил. Баруэкто смотрится поактивнее. Умар. Ой, как у вас. Ну а если бы еще на Даню? На Харте Кайнена уж совсем была в красотах. Харте Кайнена уж и передача какая. Балуэкто успевает сместиться. Закрыть ближний угол. Умар. Харте Кайнена. Да, мы права оказались, Саша. Передача на пятачок. Бэк-оу. Но Олег Сапрыкин там же играл. И правом оказался Игорь Закаркин, который сделал эти перестановки. И они стали результативными. Ты обрати внимание, что это за спину. Ты понимаешь, не Майоров, а в Артикане. И вторую смену подряд они выходят. Сапрыкин. 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 Первый запросный шеф за Саламат Юлайв. В 11-й встрече она состоялась. Ну, очень тиранил. Да, была нет, нет. С кристок. Может, просто струкнет билет. Опасно, опасно. Атакует Борец. Пустые ворота Хагазды. И шайбы там в сантиметрах. Отвертки, по-моему, в ланке проходят. Энвер Лисен, да, конечно, уже не думает бросать матч, в котором команда неразумнее отыгрывалась. Все время вела. И вот, что можно найти на тирану, или еще послушать, с лазу не имеют без возраста человека, Олег Сапрыкин приносит уфимцам столь нужную в этом матче победу.